Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 14.30. Курс «Нутрициология». Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00. Курс «Нефрология». Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00. Курс «Дентальная имплантация». Ведут Александр и Дмитрий Стаматова. Мы провели более 500 вебинаров по 40 о врачебном специальности. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30. Курс «Кардиологика». Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00. Курс «Актуальные вопросы от уриноларингологии». Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Компас детской психиатрии. Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация «Серано» приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс «Актуальные вопросы рефлексотерапии» и «Детская неврология». Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00. Курс «Общая врачебная практика». Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00. Курс «Эндоурология и детская хирургия». Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс «Диалоги с профессором» для врачей-педиатров. Ведущая – Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! СЕРАНО Что такое СЕРАНО? СЕРАНО – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш СЕРАНО. Я ассистент кафедры психиатрии нашей академии, а также врач-психиатр 4-й психиатрической больницы имени Ганнушкина. Это как раз отделение, которое занимается лечением пациентов с резистентностью и с коморбидной патологией в виде различных зависимостей. Я взрослый психиатр в первую очередь, и буду рассказывать какие-то общие аспекты преодоления терапевтической резистентности. Но все эти аспекты применимы в детской психиатрии. Методы также, как вам знакомы, все применяются off-label практически и в детской психиатрии. В общем-то, по различным данным, как вы видите, до половины пациентов шизофрении страдают терапевтической резистентностью. Это такой самый сложный, самый проблематичный контингент наших пациентов. Они имеют достаточно низкое социальное и профессиональное функционирование, инвалидизированы чаще, требуют значительного ухода родных или ухода в каком-то медицинском учреждении. Зачастую эти пациенты могут проживать в специализированных учреждениях, психоневрологических интернатах, получают много препаратов одновременно, и, соответственно, они дороже стоят для государства или для частных клиник, если они получают лечение в рамках их. Но самое главное – это правильная диагностика терапевтической резистентности. Она должна быть своевременная. И впервые критерии терапевтической резистентности о них заговорили в конце 80-х годов. Кейн с авторами при попытке выделить критерии, критерии для назначения клазопина. Таким образом, он сформировал критерии терапевтической резистентности. Они могут разделяться. По анамнезу можно установить терапевтическую резистентность, если у пациента отсутствует социальная адаптация в течение 5 лет непрерывно. И он прошел 3 неэффективных курса антипсихотической терапии. Это препараты из двух химических классов. Доза была им определена как не менее 1000 мг хлорпромазина, достаточно высокая доза. И длительность не менее 6 недель каждая из них. По актуальному психотическому состоянию такие пациенты должны были иметь балл по БПРС более 45, либо равен достаточно такой состоянии средней степени, с какими-то нарушениями, безорганизация мышления, подозрительность, галлюцинаторное поведение или необычное содержание мыслей. Ну, либо по шкале СИДЖАЭС также, менее 4 баллов, тоже такое состояние от умеренной степени и выше. Либо при перспективном наблюдении отсутствие эффективной терапии галлоперидолом в дозе до 60 мг и сроком не менее 6 недель. В нашей стране также тоже 88-й год Авруцкий с автором выделил также критерии. Они несколько другого направления, как вы видите. Первый критерий – это пациенты, которым, несмотря на интенсивную фармакотерапию и средства повышения эффективности, нет ответа от лечения. То есть такая истинная резидентность. Пациенты получили адекватную фармакотерапию, не фармакологические методы терапии, не ответили на нее. Вторая группа – это пациенты, которые также получили адекватную биологическую терапию, но при этом у них недостаточно социоребилитационные мероприятия. То есть это могут быть пациенты, например, с негативной симптоматикой, у которых нет позитивной симптоматики, но выраженная негативная. Третья группа – это пациенты, у которых отмечался на начальном этапе хорошие эффекты терапии, а потом просто этот эффект потерялся, несмотря на то, что само заболевание, проградентность процесса самого отсутствует. И так называемая псевдорезистентность. Это те пациенты, которые недостаточно были лечены, были неадекватный курс, то есть низкие дозы, либо низкой, небольшой продолжительности, и, соответственно, не ответили. Современные критерии терапевтической резистентности, в общем-то, они сорвамированы рабочей группой по лекарственному ответу и резистентности при психозах. В 2016 год, как вы видите внизу, они говорят следующее, что наличие симптомов должно быть не меньше умеренной степени тяжести. Также эта группа вносит разграничения. Она разграничивает терапевтическую резистентность на наличие стойких позитивных симптомов, негативных или когнитивных. Длительность этих симптомов должна быть не менее 12 недель. У пациентов должен отмечаться сниженный уровень функционирования, который определяется с помощью соответствующей шкалки. Шкала PCP или шкала ГЭФ может быть использована. Продолжительность антипсихотической терапии не менее 6 недель и доза не менее 600 мг хлорпромазина. Отсутствие ответа на два антипсихотических курса препаратами различными антипсихотиками. Преимущественно считается, что хотя бы один из этих препаратов должен быть атипичным антипсихотиком проведен. Соответственно, также они уделяют внимание комплаенсу. Приверженность к терапии не менее 80% должна быть. При этом он должен быть определен. Либо это терапевтический лекарственный мониторинг. Рекомендуют определять его дважды, не менее, чтобы неделя проходила между каждым определением. И пациент не должен быть об этом предупреден заранее. Конечно, это в наших условиях достаточно трудно определить концентрацию препарата антипсихотика в крови. Но все же, наверное, в ближайшем будущем мы к этому придем. Либо один из курсов антипсихотиков должен был проведен инъекционным пролонгом, чтобы исключить отсутствие комплаенса, чтобы быть уверенным, что пациент получал данный препарат. Кроме того, в данных критериях выделена так называемая ультрарезистентная форма. Мы забежим немножко вперед. Ультрарезистентность – это отсутствие у пациента с терапевтической резистентностью отсутствие на терапию к лозапинам. После этого пациент считается ультрарезистентным. Если так все немножко критерии упростить для клинической практики, большинство современных авторов согласны со следующими критериями. мы можем установить терапевтическую резистентность при отсутствии ответа на два курса антипсихотической терапии, минимум один из которых должен быть проведен атипичным антипсихотиком, соответственно, в адекватной дозе. Все-таки большинство авторов сейчас, если для наших клинических реалий, это не менее 400 мг в аминозиновом эквиваленте и продолжительностью не менее 4 недель каждый. При этом у пациента должна сохраняться стойкая психотическая симптоматика, которая оказывает влияние на его поведение или функционирование, или сохранение суицидных тенденций, насильственных действий, или коморбидного злоупотребления, пафалкоголизм или наркомания. Лечение терапевтической резистентности при шизофрении можно разделить на три глобальных метода или лекарственные методы, к которым относятся клозапин или аугментация клозапина или не клозапина, так называемая нелекарственная или стимуляция мозга, это электросудорожная терапия, транскраниальная магнитная стимуляция, глубокая магнитная стимуляция или психотерапия, когнино-поведенческая или когнитивная реабилитация. Итак, первый препарат – это клозапин. Хочется отметить, что это единственный лекарственный препарат с доказанной эффективностью относительно симптомов терапевтической резистентности. FDA одобрен именно для этого. В нашей стране у него также в инструкции описано, что он может применяться при резистентных состояниях. И относительно него проведено много исследований. И по сравнению со всеми другими препаратами, у него есть и типичными антипсихотиками, он достоверно снижает проявление позитивных симптомов. А в сравнении с антипсихотиками первого поколения, он лучше действует на негативную симптоматику, снижает суицидальность, агрессию и, в общем-то, повышает качество жизни. Исследований очень много по этому поводу. И действительно, у него есть преимущества относительно этого. Когда же начинать его назначать? Таких работ тоже много. И вот заметьте на слайде, такие выдержки из этих работ. То есть у пациентов, которым была начата своевременная терапия до 2,8 лет от начала заболевания, имеют значительно выше шансы на эффективность клозапина, чем пациенту, у которых терапия была начата позже. Есть работа, которая показывает, что у женщин с каждым годом от срочки назначения клозапина, шанс его эффективности снижается на 15% с каждым годом. С каждым неэффективным курсом антипсихотиков до назначения клозапина, также это у пациентов обоих полов, эффективность клозапина снижается на 10%. То есть, соответственно, чем раньше в своевремене мы назначим пациенту клозапин, и тем меньше у него пройдет курсов антипсихотической терапии до клозапина, их еще назвать не клозапиновые курсы, тем выше шанс, что он ответит на эту терапию, и, соответственно, его психоз прервется и закончится. Как назначать? То есть, считается, что минимальная противорезистентная доза клозапина это 500 мг в сутки. Да, обычно в клинической практике многие врачи удивляются, но это так, 500 мг, причем дозу можно достигать уже на третьей неделе к этой дозе приводить, и в исследованиях исследуются дозы свыше 900 мг. Я специально выделил, что в нашей стране в инструкции у клозапина указана максимальная доза, это 600 мг в сутки, то есть следующее повышение, это также оффлейбл, можно повышать дозу, если это требуется. Если нет ответа, хорошая переносимость, опять же. Какие проблемы клозапина? Он имеет, как любая наша терапия, достаточно большое количество повочных эффектов, но есть три основных, таких самых сложных, самых опасных. Это агранулоцитоз. Редкие, около, по-моему, 0,2% пациентов. Это бывает, но это бывает. Это опасный побочный эффект, жизнеугрожающий. И, в общем-то, он требует что? Контроля общего анализа крови. Соответственно, по рекомендациям, каждую неделю мы должны брать у пациента общий анализ крови первые полгода терапии, и каждые две недели вторые полгода, а затем раз в месяц он тоже должен сдавать общий анализ крови. Это, наверное, сложно, но, учитывая, если пациент ответит, его качество жизни поднимется. Это не такая большая проблема, как мне кажется. Миокардит. Также серьезный побочный эффект. В общем-то, в рекомендациях, скажем, регулярный контроль ЭКГ и определение уровня тропонина и цирре активного белка первые два месяца терапии. Также достаточно несложно, в принципе, в любом нашем психиатрическом стационаре это все можно сделать. Также известно, что клозапин снижает судорожный порог, и у пациентов иногда отмечаются судороги, судорожные приступы. И, что самое главное, это не является противопоказанием отмены клозапина. Возможно применять клозапин в сочетании с антиконвульсантами. И, соответственно, пациент также может принимать два препарата, сочетанную терапию. И если он будет эффективен, то это тоже будет неоспорима польза для пациента. Следующий метод – это аугментация. Аугментация клозапина. Она может быть различными препаратами. Здесь на слайде изображены антипсихотики, по которым есть также какие-то исследования. По поводу их эффективности. Как вы видите, есть данные по аугментации клозапина респиридоном. Данные противоречивые. Я на слайде это все упростил. Что значит противоречивые? Есть работы, как говорящие об его эффективности, так говорящие о том, что эффективности его нет. По репепрозолу. Есть слабые данные эффективности. То есть работы, которые говорят о том, что сочетание репепрозола с клозапином эффективнее. Оно эффективно у больных с ультрарезистентностью, которые не ответили на терапию клозапином. При этом исследования проведены на маленьких выборках. Могут быть ли какие-то единичные исследования. Значит, я обозначу это слабые данные эффективности. И вот третий вид данных – это аугментация атипичного антипсихотико-типичного. То есть это не обязательно клозапин. Это может быть любой другой. Без какой-то конкретизации были такие работы. И также они говорили о том, что это сочетание эффективнее, чем монотерапия у тех больных, которые не ответили. Соответственно, больных с резистентностью. Следующая группа – это данные по аугментации клозапина нормотимиками. И, как вы видите, и у ламатриджина – это перомат, вальпрааты. У них у всех есть слабые данные о эффективности вместе с клозапином. То есть есть какие-то единичные работы, говорящие о том, что такая схема может работать. Все это и по поводу антипсихотиков, по поводу нормотимиков. Мы говорим именно о позитивных симптомах шизофрении, именно о них. И по карбонату лития данные, я бы даже сказал, очень противоречивые. Там есть одна работа, говорящая о пользе, и две работы, о том, что это сочетание эффективно, и две работы, которые говорят, что это неэффективно. Тем более, что сочетание лития с клозапином, в общем-то, несет в себе достаточно высокий риск различных побочных эффектов. И добавление, агментация терапии клозапином антидепрессантами. Есть данные слабые по циталопраму, флоксетину, пароксетину, дулоксетину. Я также встречал данные по мертозапину, но, однако, я вот, готовясь к лекции, не смог найти, поэтому не вынес ты на слайд. Но по мертозапину тоже есть какие-то одни, в общем-то, отрывочные сведения о том, что такое сочетание может быть эффективно именно от отношений позитивных симптомов либо позитивных эффективных симптомов. Выводы по аугментации. Доказательной базы, конечно же, нет. Все это отдельные исследования. В клинической практике мы можем это применять на основании какого-то клинического опыта, либо когда все мы понимаем, что бывают пациенты, которые не отвечают ни на что, и по всем рекомендациям мы должны им сочетать различные препараты, пробовать это, и, в общем-то, вы будете знать, что есть определенные препараты, которые вы можете выбрать в первую очередь. Но надо понимать, что сочетанный прием нескольких психотропных препаратов увеличивает риск развития нежелательных побочных реакций. Поэтому это надо проводить аккуратно. Дальше, конечно же, мы переходим к нелекарственным методам, методам стимуляции, электросудорожная терапия. И, в общем-то, старый метод, уже более 80 лет он применяется в клинической практике и до сих пор применяется во многих стационарах. И до больших эпидемиологических, много, большое количество эпидемиологических исследований по его эффективности. В общем-то, примерно все исследования говорят, что до 60 пациентов с ультразистентностью, которые не ответили на терапию к лозапинам, это при шизофрении, соответственно, они отвечают на электросудорожную терапию. При этом считается все-таки, что эффективность метода электросудорожной терапии, она выше у пациентов с эффективными расстройствами при шизофрении, но при шизофрении также применяем. И все зачастую, часто это работает. Мы здесь говорим именно о позитивных симптомах шизофрении. Именно о них резистентность относительно позитивной симптоматики. Какие, в общем-то, отрицательные стороны? Такими побочными эффектами являются то ухудшение когнитивных функций, нарушение памяти, может наступать у пациента спутанность сознания. В общем, эти нарушения обычно кратковременные, и они достаточно быстро редуцируются. Есть ряд работ, которые оценивали в долгосрочной перспективе пациентов, получающих СТ, которые на момент проведения СТ имели какие-либо когнитивные нарушения, и в течение двух лет их в последующем наблюдали. Разницы никакой не было между пациентами, получавшими СТ-ананеза, не получавшими. То есть мы можем говорить, хотя бы на уровне такой тенденции к достоверности, о том, что эти нарушения кратковременные и большого последствия для человека не несут они. Также СТ не влияет на негативную симптоматику, он, можно сказать, бесполезен при ней. И есть некоторые риски, связанные с проведением анестезии. В современных реалиях СТ зачастую проводится при анестезии кратковременно, и, соответственно, могут быть какие-то риски, которые несет в себе анестезия. Также считается, что… Вот есть три метода проведения СТ, сейчас я о них расскажу немного, но считается, что эффективность и безопасность зависит от выбранного метода. И ряд работ оценивали эти различные методы именно при шизофрении. Это правое униполярное наложение электродов. С одной стороны два электрода накладываются, битемпоральное. С двухсторонной виски накладываются и бифронтальные. Это с двух сторон налобные доли. Считается, что правое униполярное менее эффективно при шизофрении по сравнению с битемпоральным и бифронтальным наложением. Они между собой, их эффективность примерно равна. При этом битемпоральное имеет более высокий риск развития когнитивных нарушений за счет прямого воздействия на височные доли, височную кору, как считается. А бифронтальное имеет при этом достаточно высокую, в кавычках, ну, по крайней мере, умеренную эффективность при шизофрении резистентной и низкий риск когнитивных нарушений. Также, возможно, применение эти методы описаны, они применяются. Возможно, применение, так называемое, поддерживающей СТ. То есть у пациента были работы, в которых пациенты получали поддерживающую терапию СТ раз в месяц несколько курсов получали СТ, и, в общем-то, также эффект сохранялся достаточно длительное время. Транскраниальная магнитная стимуляция. Этот метод и следующий относятся больше к методам, ну, так сказать, методам на перспективу, да. Они сейчас достаточно активно изучаются, и, возможно, в будущем мы что-то получим от этого. По поводу транскраниальной магнитной стимуляции. Был проведен Кокрейновский обзор, по-моему, 16-го года, в котором, в общем-то, было показано, что транскраниальная магнитная стимуляция эффективна относительно стойких слуховых галлюцинаций. Именно относительно них. В отношении остальной симптоматики ее эффективность не подтверждена. При этом надо понимать, что этот метод требует проведения позитронно-эмиссионной томографии, да, уточнения. Обычно он проводился, его эффективность выше при определении, повышении метаболизма в определенных, по-моему, в височных областях головного мозга, и вот стимуляция именно левой височной теменной коры, она достаточно часто эффективна, да, в отношении редукции стойких слуховых галлюцинаций. И вероятный механизм действия, точный механизм неизвестен, это уменьшение кровотока в областях мозга, да, которые вовлечены в формирование таких стойких самых слуховых галлюцинаций. В общем-то, поэтому этот метод применяется, он достаточно прост в применении, по сравнению с тем же СТ, да, он не инвазивен, прост, и вот у ряда пациентов может наблюдаться эффективность. Глубокая стимуляция мозга. Метод одобрен уже больше 10 лет FDA для лечения болезни Паркинсона, спонтанного тремора, дистонии. При шизофрении, не при резистентной, а просто при шизофрении, есть описание двух клинических случаев, в которых происходило снижение позитивных симптомов и позитивных симптомов с преобладанием. Один метод там был, один клинический случай – это позитивная симптоматика, а другой – позитивная симптоматика с преобладанием апперсепсивно-компульсивных симптомов. В настоящее время изучается активно его эффективность при терапевтической резистентности и при шизофрении, но данных пока нет. Конечно же, большим ограничением этого метода является то, что это метод психохирургический, это вживление электродов в головной мозг пациента. Он дорогостоящий, он инвазивный. Метод сложный, но, безусловно, возможно, в будущем он может нам дать какие-то убедительные данные. И психотерапия. Психотерапия также возможно ее применение, при том, что есть работы, которые изучали, как применение как применение психотерапии в виде монотерапии без лекарственной поддержки, так и с лекарственной. И можно сказать, что именно психотерапия как добавочный метод может, как добавочный метод к фармакотерапии может дать хорошие результаты. Два метода. Когнитивно-поведенческая терапия. Она, по всем данным, снижает проявление слуховых галлюцинаций. И именно в отношении него может быть применена. И также когнитивная реабилитация, так называемая. Она может применяться пациентам с стойкой, негативной симптоматикой, резистентной к терапии. И она улучшает когнитивный дефицит при шизофрении. Это работает, это доказано. Тут необходимо понимать, что не все пациенты могут получать эту необходимую установку пациента, согласие пациента. Пациент должен быть готов работать с психотерапевтом. Нужен специально обученный психотерапевт, в конце концов, который будет это проводить. Что, в общем-то, тоже является некоторыми дополнительными ограничениями. Таким образом, на сегодняшний день мы повторюсь, немножко так суммирую, сказанное, клозапин единственный фармакологический препарат, который доказан эффективен при резистентности. И, в общем-то, в нашей стране он, я считаю, незаслуженно мало назначается в качестве именно терапии преодоления. Считаю, почему-то он назначается как корректор нарушений сна при возбуждении, но в качестве монотерапии он назначается незаслуженно мало. Он, в общем-то, лег как в применении, как любой препарат, эффективен. Ну, вот есть ограничения, связанные с нежелательными побочными реакциями и необходимость мониторинга состояния. Это определенные анализы крови надо брать, ЭКГ снимать пациенту почаще, чем обычно, но эти состояния вполне возможно, эти обследования вполне возможно проводить и состояние предотвратить таким образом. Аугментация терапии, да, клозапином, не клозапином, она, в общем, также легка в применении в любом стационаре практически в нашей стране. Есть несколько препаратов, которые можно сочетать, но есть повышенный риск и такая недостаточная доказательная база, и это больше, наверное, можно назвать таким творческим процессом, все-таки такой клинический опыт некоторые врачи могут использовать в комбинации, отслеживая при этом повышенный риск нежелательных побочных реакций. Электросудорожная терапия также эффективна именно в отношении позитивных симптомов, достаточно большом, повторю, до 60% ультрарезистентных пациентов отвечают на электросудорожную терапию. Когнитивные нарушения несет в себе спутанность, они кратковременные, но есть ограничения также, ввиду того, что нужна реанимация, нужен реаниматолог, нужен, в конце концов, опытный психиатр, который может проводить электросудорожную терапию. Транскраниальная магнитная стимуляция, эффективна в отношении именно слуховых галлюцинаций, легко в применении, да, нет, по крайней мере, пациенты не так боятся электросудорожную терапию, они охотно на это идут, и она, в общем-то, достаточно широко распространена в наших клиниках и в частном секторе, представленной в государственном. Вот, ну, есть ограниченные данные о долгосрочной перспективе всего этого, и об эффективности недостаточно сведений, сейчас тоже это все исследуется, возможно, там, в период 10-15 лет мы что-то получим. Глубокая стимуляция мозга, также метод, его эффективность в отношении терапевтической резистентности не подтверждена, но изучается, и возможно, что-то это даст. Ну, ограничение, это хирургический метод, сложный, дорогостоящий. Вот, и психотерапия эффективна в отношении отдельных симптомов, это негативные симптомы, да, у когнитивные симптомы, вернее сказать, и слуховые галлюцинации, метод КПТ, но требуется обученный персонал, пациент должен быть замотивирован, и вообще, ну, это должна быть в условиях отделения по-хорошему налажена система психотерапии у пациентов, и специалист должен именно работать с пациентами резистентными. Коллеги, спасибо за внимание. Спасибо.